Прежде чем заняться доказательством Эйлера, теоремы Ферма-Эйлера, давайте в качестве тренировки докажем такой факт. Если простое число представимо в виде суммы двух квадратов, то эти разложения отличаются максимумом порядком слагаемых. Ну, можно, конечно, А заменить на минус, А на В на минус, это все понятно, можно поменять местами А и В, но не более. Доказательство совершенно замечательно. Рассмотрим такое произведение. Ах плюс В умножить на Ах минус В. При известной формуле школьной диаграммы это А в квадрате, Х в квадрате, Вместо В в квадрате, И в квадрате. А вот теперь смотрите. Мы можем вместо В в квадрате написать П минус А в квадрате, а вместо У в квадрате написать В минус Х в квадрате. И если раскрыть скобки, то везде будет П или А в квадрате, это Х в квадрате, которое уничтожит то А в квадрате. Значит, или первый множитель, или второй множитель делится на В. Ну, давайте, пусть, например, Ах плюс В делится на В. В таком случае надо рассматривать формулу. П в квадрате, это П умножить на П, то есть, из-за еще много раз пригодится. Проверить очень легко. Надо просто раскрыть скобки. Здесь будет 2АВХУ, где здесь минус 2АВХУ уничтожится, и получится А квадрат Х квадрат плюс В квадрат У квадрат плюс А квадрат У квадрат плюс В квадрат Х квадрат. Это и есть по самому произведению. Отлично. Теперь смотрите. Вот это делится на П. Значит, в квадрате делится на П в квадрате. Вот это число либо ноль, либо не меньше, чем В квадрат. Ну, если числа АВХ и У были натуральные, то это никакой не ноль. И, значит, на самом деле ноль вот это. А вот это равно В. Очень хорошо. Значит, АВХ это ВХ. АВХ это ВХ. Но числа А и В взаимно простые, потому что В был простой. Значит, У должно делиться на В, и Х должно делиться на А. Ну, просто получается, что АВХ равно АВХ равно В. Потому что иначе правая часть здесь была бы больше, чем АВХ и В квадрат. Все. Этот случай разобрали. То есть теперь АВХ делится на В. тогда нужно вот в этом месте поменять, и вот в этом месте поменять знакиус. Смотрите, будет В в квадрате равняется АВХ минус В в квадрате плюс АВХ минус В в квадрате. И вот это вот делится на В. То есть в квадрате оно будет не меньше, чем В квадрат. Вот это вот число у нас положительное. Вот это вот делится на В. Если у нас вот это вот число будет больше нуля, то здесь будет минимум В квадрат, значит, а этого положительного такого не бывает. Значит, на самом деле это нули. То есть АХ равняется В и У. Ну, опять, А и В взаимопростые числа, значит, Х должно делиться на В, У должно делиться на А, и опять-таки получается, что Х равен В на У равен А. Простое число не может иметь больше одного представления. То есть тут только менять знаки или порядок слагаемых.